В ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН было озвучено совместное заявление России и Китая, в котором представители наших стран отметили существование реальной угрозы со стороны военных биолабораторий США. Только за пределами Америки работают более 200 подобных контор, причем весьма активно и в закрытом режиме. Невозможно узнать, соблюдают ли штаты конвенцию о биологическом оружии. Москва и Пекин обеспокоены и считают, что деятельность американских биолабораторий угрожает национальной безопасности наших стран. Впрочем, использование биооружия вполне в духе американцев. Недаром подобные действия называют войной подлых и трусливых. Вашингтон не смог превзойти Россию силой ядерного оружия, поэтому поступил иначе, опутав сетью военных биолабораторий, в том числе в Узбекистане. Как пишет ТГ-канал «Русский Демиург», отсутствие строгого контроля в сфере распространения биологических угроз привело к тому, что постсоветское пространство стало площадкой для размещения американских биологических лабораторий, финансируемых Госдепом США. Такие объекты сейчас действуют на территории Узбекистана, Казахстана, Украины, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы. Американские биологи стали проникать на территорию Узбекистана уже в конце 90-х годов. Первая национальная референс-лаборатория была построена в Ташкенте в 2007 году, причем при поддержке Агентства США по международному развитию. Аналогичные объекты открылись в Фергане и Андижане в 2013 году, а также в Ургенче в 2016 году. Американцы профинансировали еще и модернизацию местных диагностических лабораторий, в том числе в Центральном военном госпитале Минобороны Узбекистана. Станции Санэпиднадзора тоже под контролем заокеанских партнеров Ташкента. Естественно, американцы не просто так работают. Биологи в погонах проводят опыты на местном населении, изучая возможности опасных вирусов. В 2011 году в Ташкентской области люди заболели болезнью, симптоматика которой была схожа с холерой, а через год в республике от новой неизвестной болезни погибли десятки людей. А ведь как красиво обставили создание военных биолабораторий. Американский посол Памела Спратлин заявляла, что эти объекты пойдут на благо всему региону, а не только Узбекистану. Не срослось. Как считает начальник РХПС ВС РФ генерал-майор Кириллов, Узбекистан принимает участие в военно-биологической программе США. Ситуация в Таджикистане и Киргизии ничем не лучше, хоть там на первый взгляд вроде и нет военных биолабораторий США, но американцы упорно лезут в эти страны. Пока Вашингтон работает через подконтрольные НПО, прикрываясь научным партнерством. Карта биолабораторий США вокруг России и Китая с указанием Узбекистана только вот у такого сотрудничества торчат уши разведок стран НАТО и США. К примеру, Таджикистан на пару с Киргизией участвует в программе по борьбе с туберкулезом USAID. По сути, Центральная Азия нашпигована военно-биологическими объектами США. Это своего рода плацдарм для ведения бактериологической войны против России, Китая и Ирана. Американские лаборатории уже являются политическим фактором давления на наши страны, а территория Центральноазиатского региона превратилась в полигон по испытанию новых опасных вирусов. Узбекским властям пора бы задуматься о своем будущем, пока им в этом не помогли соседи, безопасности которых они угрожают. Субтитры создавал DimaTorzok